Всем привет! Как обычно, по традиции, мы начинаем с Тимочки. Сейчас я бегу быстро-быстро-быстро на Валберс забирать для него новый корм. Посмотрим, понравится он ему или нет, потому что вот эти вот хрустальные глазки хотят кушать. И я быстро-быстро бегу туда. И еще кошмар. В общем, собралась очень быстро. После ночи все равно горло с носом у меня болит. Расходится это где-то 2-3 часа после сна. Поэтому вот сейчас еще как бы не особо дышу. Ну, ладно, побежала, надо делать дела. Заодно зайду еще в этот фикс-прайс за ящиками тоже быстренько. И все. И прибегу домой кормить нашу Тимочку. Смотрите, как много пуха в городе. Вообще. Жесть какая-то. Прям вот. Ну и мусора, кстати, тоже. Люди не умеют не застирать природу. Вообще полно-полно. Знаете, сейчас так странно. Везде этот пух летает. И, короче, вот. Видно на дороге, как он летит. Непонятно. Во. Ой-ой-ой. Ой. Не знаю, видно его на камере или нет, но его здесь просто тьма. Надеюсь, у меня... Я просто как в снегу уйду, кстати. Вот он как летает. Смотри. Вообще. Просто как будто снег идет. Ой, я надеюсь, им энергии нету на это все. А то я чихать не хочу. Вон какой мотоцикл стоит. Ой. Я все еще иду. Жарко очень вообще. Пух летает. Прошла. Спасибо. Если честно сказать, то я пока не знаю, будет он это кушать или нет. Потому что у нас этот дорогой корм у Ринари. И понравится ли ему вот эта пурина проплан, непонятно, если честно. Но по срокам он нормальный. Что там для стерилизованных кошек и котов. То есть как бы... Ну, короче, не знаю. Ладно, все, корм взяли. На всякий случай, наверное, зайду в пятерочку сейчас и куплю паштет. Тоже от пурины. Если он это не станет есть, то паштет точно съест. Что-то, если честно, я сейчас не поняла, почему такая цена за 750 грамм. Как бы... Как бы... К стерилизованных то же самое. То, что я сейчас купил за 265. Как бы смысл... Что-то как-то... Непонятно, если честно. И здесь получается то, что вот 200 грамм 88. Короче, лабуда какая-то. Курица. Тунец мне нужен. Это тоже курица? Вот, тунцом. Ой... Чего-то я не поняла прикола, если честно. Ну, ладно. Этот возьму. Возьму себе вот эту пастилу тоже еще. Она по акции. Сколько она? 45. И вот эти две тоже. Майные мне тоже возьму. Сейчас иду фикс-пайс, и там май. Пепа Пик. О! 36 рублей стоит. Тоже возьму. Что-то я какую-то приправу увидела. Гриль. Взять нет. Стейк. Золотая рыбка. Ну, курицу мы чаще едим. Ладно, возьму. За 69 рублей нашла вот такой вот шланг. Разбрызгиватель для шланга. Вот здесь вот меняете режим. Не знаю, интересная вещь, если честно. Только... подойдет ли он для шланга нашего. Ладно, если что, вернусь за ним. Уточки разные тоже. А, ну, кстати, здесь еще много всего. Фигурки садовые. Ежики. Теннисные штучки все. Теннисные штучки все. Ведерко. Полимер будет. Почем-то, корзиночки. Вот, кстати, ящички тоже. Прикольные. Хочу взять такие перчаточки. Так, и что еще я хочу взять? Что-то захотелось мне тоже взять вот эту штучку, как у Юли. Мне кажется, нашему тоже понравится. Тоже беру розовенькую. И вот эти штучки тут тоже есть. Я поняла различия, с чем отличается. Вот это вот вообще маленькое. Маленький ящик. А он у меня тут поглубже был. А этот совсем маленький. Там 20 рублей разница, но тут намного лучше. И этот вот размер другой. 140, а там на 200. Ну, не знаю. Взять его, не взять. Тоже, в принципе, хороший. Ладно, возьму два. Здесь же есть за 99. Ну, сравнение, конечно. Вот. Маленький, большой. Вот здоровый по 200 с колесиками. Фирма та же, да? Если хочу посмотреть, что там. Смотрите, я купила корм. Тимка уже ждет. Ну, сейчас будем открывать. Не знаю. Мне кажется, он какой-то дешманский. Он его не будет. Ну, сейчас посмотрим. Глядит корм вот так. Вот какой-то маленький. Но Тимка уже ждет. Давай тарелочку. Ну, вот он кушает. Вроде нормально. А там дальше будем смотреть. Ну, вот корм этот. 265 рублей. Напомню, что он стоит. Ну, посмотрим. Я думаю, что вот эти 400 грамм мы съедим. Сегодня, если нас примут, съездим к ветеринару. Если он разрешит этот корм, то будем его покупать. Если нет, а мне кажется, что нет, то придется вернуться к роялканину, который стоит 4000 за 3 килограмма 500 грамм. Короче, это очень дорого для нас. Но, видимо, выбора нет. Ну, вот приправочку. Хочу сейчас открыть. Ее тоже понюхать. Ну, это баловство Пеппа. Это к чаю на завтра с мамой. Ну, и вот на всякий случай ту же пурину, эту гурме и взяла. Как бы. И это тоже к чаю. В общем, особо не набирала. Потому что сейчас опять наберешь, и ты еще уйдет. Ну, вот я открыла, но, если честно, как-то не знаю. Там вообще половина банки. То есть, аж вон туда. Что-то как-то баночка кажется вот такой большой, а вот насыпано на вот этом уровне 80 грамм. Ну, понятно. И никакого дозатора здесь нет, ничего. Что-то как-то... Да и пахнет он, знаете, как-то странненько. Не знаю, может с курицей будет и нормально. Непонятно. Буду разбирать вот этот пакет. Все, что взяла в пикс-прайсе, тоже покажу заодно. Если честно сказать, я вообще еле-еле упаковала вот это все в пакет. Там те еще мучения. Для кота. Пусть и розовая, но ладно. Мне тоже она понравилась. Как бы 55 рублей не так уж жалко. Вот этот контейнер, короче, я хочу под аптечку на даче. Либо для дома, не знаю. 99 рублей он стоит. Дальше у нас идут сказки о животных. Нашла в детском отделе. Мне понравилось то, что вот ярко-красочно. И по цене тоже 99 рублей. Вот такие вот картиночки тут. Ну, яркие. Вот прям, ну... И бумага такая приятная. Не знаю, что за материал. Глянец, может быть, как-то вот скоро нам это все пригодится. Все это читать, рассказывать. Картинки яркие. Нет никаких злобных персонажей. Каких-то Джошуа или что-то типа такого. Хотя в Фикс Прайсе они есть, эти Джошуа. Разные иностранные какие-то персонажи. Хотя здесь вот тоже Бэмби. Он тоже, прочувствую, как бы есть такая нотка его. Ну, а все остальное я почитала про Козлика, про Утеночка, про Лисичку. Что-то как-то вот такое. Ну, в общем, я думаю, читать ребенку уже надо и можно. Вот если по чеку посмотреть, то, конечно, ушло почти 900 рублей. Ну, вроде все совпадает. Все, как бы, все, что надо, все-то и взяли. Помните, в прошлом видео я говорила о том, что у меня уже есть такой органайзер. Я хочу, как бы, еще навести порядок в шкафу и приобрела еще один. Соответственно, вообще вот эти все коробочки я для этого тоже и взяла, потому что это очень удобно навести порядок и все разложить. Потому что стенка у меня, например, она без определенных полок. То есть там просто большое вот такое пространство, как вот эти ящики и все. Если тебе нужно что-то одно, то ты будешь там вниз лазить, копошиться. Это не очень удобно. А ящик вытащил со шкафа, посмотрел, что тебе надо, взял и также задвинул его туда-обратно. Ну вот, это у меня тут перчаточки на дачу. Не знаю, подойдут ли мне, чтобы там что-то делать. Но если мне не подойдут, значит, отдам маме. Потому что размер L вообще, ну, не знаю, как бы, непонятно, подойдет кому-то мне подойдет. Вот, ну, с таким рисуночком. Ну и дальше уже идут ящички вот эти все. Плюс дополнительно я взяла вот этот вот ящик за 99 рублей. Вот так вот он выглядит. Вот. Соответственно, вот этот ящик там для разных целей. Мне понравилось его вытянуть. То есть сюда тоже можно что-то такое сложить в шкафчик, тык-дык, и все. И потом это вытащить. Ну, в общем, все покупочки, различия между ящиком за 77 и 99 я в магазине показала. Ну, думаю, видно, что ящик за 77 он меньше, а ящик за 99, вот он, такого вот объема, так сказать, вовнутрь. Высота хорошая у него. Ну, в общем, будем разбирать свои шкафы, стенки и так далее, комоды. Все посмотрим. Сейчас еще, кстати, хочу распаковать вот эту игрушку. Хочу, кстати, распаковать сейчас вот это вот дело. Что-то меня отвлекли, я к другому решила. Ну, если честно, мне перчатки маловаты. На мою ручонку какие-то они прям, ну, мне надо, наверное, XL, если такие существуют. Сдавливает ладошку вот здесь вот, в этой зоне, вот. То есть даже ничего сделать особо ими нельзя. Ну, маме, наверное, будет нормально, у нас разные ноги и руки. Сейчас она придет, тоже померяет. Вот кому интересно, смотрите, как легко это все собирается. Все, собственно, готово. Осталось только вот эту смейку закрыть. Сзади стенка вот так. Переворачиваем. И вот маленькие отсеки для носочков. Кому что надо, тот и складывает туда. И в комод. И все. За 99 рублей. Ну, мне кажется, немножко дороговато. Я бы за 55 ее поставила. И люди бы взяли. Ну, вот такой вот органайзер у нас выходит. У нас тут мама одела перчаточки. Ну, ей подошли, да? Да. А мне не очень. Вот здесь сверху тряпочная. Тряпочная? Да. А вот здесь, где работаешь с землей, оно как прорезиненное немножко. Ну, понятно. Ну, короче, ей подошло, а мне что-то как-то не очень. Вот эту штуку не могу сейчас открыть. Вообще, ни ножницами, ничем. Ну, как сделают вообще кошмар. Ой, Тимочка у нас оценил новую игрушку. Да, да. Только не порви с первых секунд, ладно? Ну что, отдай. Ну, давай, надо, чтобы я тянула. А? Куда? А, классно. Сейчас попробую вот эти вот трубочки с молоком. Ну, не знаю, вкусно, нет, и вам уже скажу. Как бы вот такие трубочки внутри, и тут магнитик. Я так понимаю, это буковки собирают, и детям интересно. Ну, мне тоже интересно. Сейчас буду пробовать. Какой из них первый, я не знаю даже. Вот это вот микс. Интересно. Ну, давай вот эту попробую, оранжевую. Я опустила эту трубочку. Ну, и будем сейчас пить. Это разные вкусы. Вот это апельсин я, по-моему, сейчас пью. Вкусненько, вкусненько, освежающе. Я прочитала на упаковке, что это разные вкусы. Это банан, персик, апельсин, карамель и замиксованный вот этот. Вот это я хочу попробовать сейчас микс. Ну, не знаю, кстати, мне кажется, что одной трубочки хватает не на 200 мл, как пишут, а на 100. Слишком быстро растворяется. Этот микс, он похож просто как на какую-то жвачку, потому что все вкусы смешались в нем. Так что, как бы, лучше, наверное, отдельно покупать. Вот у нас полочка под телевизором. Я вот сюда все сложила, всю электронику в ящички. Вот эта вот крышка сверху, так что нормально. Сейчас хочу разобрать вот соседнюю полку. Тоже там навести порядок. Все, как бы, закрывается. И вот вся вот эта полочка наша. Ну, и вот, например, как смотрятся два маленьких ящика на той же площади. Вот здесь был один большой, а сейчас вот два маленьких. Вот один вот так вот выдвигается, что-то взяли обратно. И точно так же. Ну, здесь у меня будет большой, вот эти маленькие могут в соседний поехать, так сказать. Та самая полочка, которую мы сейчас будем заполнять этими ящиками, это пространство. Вот, видите, что нету никакой ничего в такой перегородочке, поэтому не очень удобно лазить вниз под телевизор вот этот. И вот сюда вот ящички мы эти поставим. В общем, сейчас дубль номер два, потому что мы начали делать шкаф. Я поняла, что нужно закупить как можно больше вот этих пластмассовых ящиков, поэтому уже вечер, и я иду туда закупать все, что не хватает. Но я знаю, там такая жарища в этом магазине, это какой-то кошмар. Ну, сейчас посмотрим, что там осталось. Короче, вот я вернулась, и получается, что я покупаю девять ящиков, шесть дополнительных крышек еще. Один вот такой органайзер, и под всю мою стенку это подойдет. И плюс я еще кое-что посмотрела. Не для бассейна, да? Сеточка плавать. Я возьму Свет какой синий Или красный Такое есть тоже. Вот этот я вас... Ну, короче, да, вот это мои покупочки. Все, иду домой. Вы просто посмотрите, как вот это все выглядит, когда уже упаковано в сумку. Перекресток. Еле вместило все это. Этот даже не влез. Попытка... Какая-нибудь попытка, и вот это сбоку хоть хорошо. Пристроилась. Ой, кошмар. Этот пух, кстати, везде. Еще немножко, и приду домой. Вроде бы, да, вечер, все такое, но... Господи, какая жарища. Как будто мы находимся в Краснодаре и на море идем вообще. Просто духота нереальная. Вот даже сейчас вечером, сколько сейчас время? Ой, 8 часов ровно время. Короче, человек выглядит именно вот так. Я не знаю, почему она пробивала все по отдельности, но, видимо, ей так в кайф было. 1371. И вот такого крутого пингвинчика я увидела тоже. Захотела, потому что у меня на телефоне уже такое есть из Таиланда. Ну, а теперь будет отсюда. Короче, все в целом, все в сохранности. Крышки, ящики. Все донесла, слава богу. Короче, есть два варианта развития, так сказать, событий. Мы сделали вот эти ящики. Вот крышечка и вот другой ящик на этой крышечке держится. Либо вот первый вариант, вот этот органайзер, посередине оставить ящичек, либо его вот сюда вбок. И тем самым у нас, получается, пространство вот здесь вот минимальное остается, практически его нет. Вот. А раньше получается то, что эта полочка как бы не могла использоваться по полной программе, потому что, ну, поставишь что-нибудь такое и все. И верхушка, она вся пустует. А сейчас все это распределится по секциям. Электроника, что-то для праздника, какие-нибудь там канцелярские товары. Я найду что. У меня вещи как бы есть, причесать их всех не буду, но очень удобно. И вот сейчас второй вариант покажу, как выглядит. И вот напишите в комментариях, какой вам нравится больше вариант. Первый или второй. Вот это первый вариант. А вот это у нас второй вариант. Вот кому нравится, первый или второй. Изначально, по задумке, мы хотели именно вот так вот оставить. Но когда я пришла сейчас с магазина, я случайно поставила в серединку. И вот мы так подумали, что хорошо. В принципе, у нас две такие полки будут здесь и соседние. Поэтому в этой можно ставить первый вариант, во второй второй. Но все равно мне интересно ваше мнение, как именно вам понравилось. Ну вот, я считаю, что это идеальный вариант. Полное пространство. Вот уже полочка идет и все. То есть полный комплект, так сказать. Вот. В общем, что с ящиками решить, мы еще подумаем. Это немножко перенесется на уже другие дни. Потому что завтра у нас по планам вообще поехать на дачу. Будет дачный влог. Так что ждите, ожидайте. Вот. Выходные сейчас очень жаркие. Обещают очень хорошую такую погоду. Посмотрим, что там с бассейном. Ну, мне нравится вот сама задумка. Вот это вот насчет этих ящиков. Что можно навести нормальный такой тотальный порядок. Потому что мне было не очень удобно лазить в эту полку, где под телевизором что-то одно доставать и копошиться там. Сейчас будет все по ящикам. Все будет очень даже удобно. Вот. Поэтому я вам тоже рекомендую. Если вам такие ящики понравились, можете приобрести. Ну, я как бы не рекламирую фикс прайс. Но иногда вот да, такие вещи, они попадаются в определенные дни. И получается это очень хорошо из этого. Вот. Что я еще хочу вам сказать. Это то, что уже сейчас уже вечер. Как раз таки сейчас сяду монтировать это видео. Буду отдыхать. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Это помогает развитию каналу. А также, если вы не подписаны, подписывайтесь. Чем больше будет подписчиков, тем больше возможностей у меня будет проводить прямые эфиры. А это всегда интересно. То есть на какие-то интересные мероприятия. Тогда я буду брать вас с собой. Также у меня есть мой инстаграм. Там, куда я скидываю свои истории из реальной жизни. Тоже подписывайтесь сюда. Там очень интересно. Ну, как говорится, до новых встреч. Всем пока. А я пошла отдыхать. Завтра новый день. Завтра новый влог. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok